Всех приветствую! В этом видео расскажу, как сделать оглавление. Покажу, как делать оглавление в версии Microsoft Office Word 2019 года и 2007 года. И в других версиях выполняется аналогично, так что вы сможете сделать оглавление в любой версии, какая бы у вас ни была. Итак, начнем с 2019 года версии. Чтобы сделать оглавление, в первую очередь нам нужно сделать нумерацию страниц. Как делать нумерацию страниц показывал в предыдущем ролике, сейчас еще раз быстренько покажу. Итак, для того, чтобы сделать нумерацию, мы переходим в раздел «Ставка», «Нижний колонн-титул». И здесь выбираем любой колонн-титул, как у нас будут нумероваться страницы. Можем выбрать самый-самый простой, например, вот такой, просто самый простой колонн-титул. То есть, вот так, просто по срединке будет цифра. Все. Теперь нажимаем «Закрыть окно колонн-титулов». Как только у нас появилась нумерация страниц, мы можем приступать к непосредственно формированию содержания. Содержание у нас, потому что будет выглядеть сначала название, да, потом точечки и на какой странице это находится. Чтобы нам, чтобы Word знал, на какой странице это находится, нужно сначала пронумеровать эти страницы. Итак, когда мы пронумеровали, нам нужно непосредственно разделы, которые автоматически будут добавляться в оглавление, нам нужно эти разделы как-то обозначить. Для этого, вот у нас есть раздел «Введение». Мы его выделяем, переходим в раздел «Вставка», извиняюсь, переходим в раздел «Ссылки», здесь нажимаем «Добавить текст» и выбираем уровень заголовка. Объясню сейчас, что такой уровень. То есть, у нас есть главный заголовок, есть подзаголовки в этом разделе, да, в самом тексте, например, в докладе или реферате. Так вот, главный заголовок раздела – это уровень 1, вторичный заголовок – это уровень 2 и еще может быть подзаголовок, подзаголовка, да, то есть это уровень 3. Это у нас главный раздел, поэтому уровень 1 выбираем. Далее также проходимся по всем нашим разделам. Уровень 1 опять выбираем. Проходимся. Здесь это будет, ну, пускай будет уровень 2, да, чтобы показать, как это работает. У нас немножко изменился здесь текст. Мы его можем выровнять назад, то есть нажать на него правой кнопкой мыши. И поставить, чтобы он был по центру. Можно, наверное, проще будет, если мы зайдем в главное. Вот здесь нажмем посрединке. То есть сделаем посрединке, чтобы он не был под наклоном, сделаем его обычным. Вот здесь убираем наклон. Далее идем дальше. У нас есть заключение. Вот заключение – это тоже у нас главный заголовок, поэтому нажимаем ссылки, добавить текст и уровень 1. Таким образом, мы, когда пройдемся по всему тексту, еще вот список использованной литературы, то же самое, уровень 1. Теперь у нас все размечено, весь текст, разметка есть. Нам нужно непосредственно сделать содержание. Это делается очень просто. Мы ставим наш ползунок, нашу мышку перед введением, то есть перед самым текстом, да. Переходим в раздел «Вставка», нажимаем «Разрыв страницы». Так, «Разрыв страницы», да. То есть у нас должна появиться пустая такая страница, на которую мы уже непосредственно можем ставить все, что захотим. Переходим на эту пустую страницу, переходим во вкладку «Ссылки», там же, где мы добавляли и размечали заголовки, есть кнопочка «Оглавление». Здесь выбираем заголовок. То есть выбираем оглавление, которое у нас будет. Есть несколько видов, да. Выберем, например, вот это самое первое. Вот. Мы выбрали, у нас стало оглавление вот таким. Здесь мы можем, например, этот текст выделить и сделать его черным. У нас заголовки первого уровня выглядят вот так, второго уровня выглядят вот так. То есть также третьего уровня они будут еще под вторым уровнем находиться. И у нас теперь есть заголовок и страница, на которой он находится. Также мы можем весь этот текст увеличить, например, выбрать оглавление, нажать от него правой кнопкой мыши и здесь выбрать размер. Также со всем остальным. Теперь посмотрим 2007 версию 2007 года. Здесь то же самое. Чтобы создать нам нижний колонн титул, нумерацию страниц, переходим в раздел «Вставка». Переходим в нижний колонн титул и здесь устанавливаем нумерацию страниц, которую нам нужно. Ну, к примеру, давайте тоже выберем какую-нибудь самую простую, вот такую, например, нумерацию. И так, сейчас я уберу, это у меня просто было еще до этого. Так, когда мы поставили нумерацию страниц, закрыть окно колонн титула и далее мы также размещаем, размещаем заголовки. Выделяем, нажимаем ссылки, добавить текст, уровень 1. Уже также делаем, как и там. Добавить текст, уровень 2 у нас будет. Заключение, уровень 1. И список литературы тоже отметим, как уровень 1. Он уже отмечен даже был. Так, ставим ползунок перед введением. Далее, вкладка «Вставка», «Разрыв страницы». У нас появилась пустая страница. Нажимаем на нее. Далее, ссылки. Вот здесь, оглавление. Выбираем. Оглавление. Вот так оно теперь выглядит. Так же мы можем с ним уже работать. Теперь, просто в тексте или в реферате, когда мы пишем какой-нибудь заголовок, мы его сразу же вот так выделяем, переходим в ссылки, добавить текст и ставим ему нужный уровень. 1, 2 или 3. Вот и все. Я показал, как работать с заголовками, с содержанием во всех версиях. Кстати, если у вас возникла проблема, что когда вы добавляете нумерацию страниц в нижнем клон-титуле, у вас появляется нумерация и на главной странице, а у вас на титульной. Здесь вам не нужна нумерация. То здесь просто есть галочка. Особый клон-титул для первой страницы. Если ее убрать, то будет и на первой странице тоже номер. Если ее оставить, то номера не будет. Все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк и задавайте свои вопросы в комментариях. С удовольствием отвечу. Всем пока.